Часто есть напряженность, тревожность, апатия, страх, бессонница, раздражение и гнев. Все это приводит к физиологическим заболеваниям, когда мы с вами чувствуем, что уже начались какие-то симптомы, когда мы с вами чувствуем, что нам поставлен какой-то диагноз. И стрессовое тревожное состояние может в длинном режиме приводить к онкологическим заболеваниям, потому что это очень сильно подавляет иммунную систему. Потому что если мы спокойны, наши дети тоже спокойны. Если мама тревожна, ребенок тоже будет очень тревожным, и он будет болеть. Каждый из нас хотим быть любящей и понимающей женой. Когда мы можем это делать? Когда мы в спокойном состоянии, когда мы сами себя стабилизировали и привели в более-менее спокойное состояние. Ну и, конечно, все из нас хотят сладко и крепко спать, и это очень важно, потому что это наша иммунная система, это наша с вами жизненная энергия, бодрость и наше с вами долголетие. Во время сна у нас вырабатывается мелатонин, который нам с вами дает, это гормон антистарения. Каждый из нас хочет иметь нормальный, хороший аппетит, кушать здоровую пищу, которая хорошо переваривается, хорошо усваивается и дает нам питательные вещества. Когда мы тревожимся, когда мы проявляем агрессию, то есть это негативные все факторы, в итоге, когда мы испытываем эти негативные эмоции, это переходит на уровень физиологии. Мы можем это называть психосоматикой, но в итоге тревожность, агрессия, стресс, чувство вины, чувство страха, все это приводит в итоге к обострениям различных заболеваний и к различным заболеваниям тоже. У стресса есть определенные стадии. Сначала нарастает фаза тревоги. Человек какое-то время находится в фазе тревоги, неважно, что с ним происходит. Это обида, это чувство вины, это гнев, это апатия, это страх. Человек находится в фазе тревоги, далее он поднимается и выходит в стадию сопротивления. В этой стадии он находится довольно недолго. И дальше, если все выходит на нормальный уровень, если мы с вами фиксируем этот момент и понимаем, что так, я сейчас нахожусь в стадии тревожности, я сейчас обижаюсь, я сейчас испытываю чувство вины. Чувство вины вы можете испытывать по любому поводу. От того, что вы там нагрубили мужу, например, вечером, или кому-то там в автобусе нагрубили, или там кого-то обидели, вплоть до того, что вы видите в соцсетях, то, что распространяется сейчас, и вы можете испытывать чувство вины. Любое чувство вины, навязанное вам, выходит сначала в фазу тревоги, потом в фазу сопротивления. И если оно не заканчивается, если вы сами принудительно его не заканчиваете, вы можете погрузиться в фазу истощения. Вы можете выйти как в фазу адаптации, и тогда все внутри у вас уже будет более-менее нормально, или же вы можете уйти в фазу истощения. И наша с вами задача всеми силами не уходить в фазу истощения. То, что же происходит у нас внутри, когда мы испытываем негативные эмоции, и некоторые находятся в них годами. Что такое кортизол? Это гормон стресса. Он вырабатывается у нас в крови в случае стресса. Яркого стресса, либо стресса, который происходит постоянно. И если надпочечники постоянно, долго, каждый день, один, два, три, четыре, пять месяцев, и дальше начинает синтезировать кортизол в большем количестве, чем нужно, в итоге у них возникает истощение. И это приводит к паническим атакам и так далее. И вот что происходит. В моменты перманентного стресса, назовем его так, симпатическая нервная система все время возбуждена. Мы с вами с этим вопросом разобрались. Дальше. Этап следующий. У нас повышается кортизол, про который мы уже знаем. У нас начинает расти пролактин, потому что у нас все гормоны связаны между собой. Они находятся в связке. Один куда-то уехал, уехали все остальные. У нас начинает расти пролактин. Мы начинаем увеличиваться в весе, никак не можем его сбросить. Но это дальние, отсрочные последствия. Начинает активно выделяться глюкоза из печени. Белок расходуется из мышц. Поднимается инсулин. Клетки перестают быть чувствительны к нему, потому что в инсулинах становится много. Потому что вот ко мне, когда иногда приходят люди с повышенным инсулином, я говорю, что у вас со стрессом, как вы себя чувствуете? И в 80% человек говорит, что да, я нахожусь в состоянии тревожности, да, я нахожусь в состоянии стресса. И в итоге, если человек длительно находится в стрессе, то это может спровоцировать аутоиммунные заболевания. Плюс еще стресс тащит на себя все дефициты. Уходит витамин D на стрессе, витамин C, магний. Уходит много белка на стрессе для синтеза того же самого кортизола. И в итоге мы имеем понижение иммунной защиты. Пожалуйста, позаботьтесь о себе. Научитесь работать со стрессом, научитесь нибелировать последствия стресса. Это навык, которому мы все должны научиться. Почему при стрессе у людей инфаркт или инсульт образуется? Потому что долго-долго выделяющаяся кортизола в крови в итоге увеличивает свертываемость крови, идет здешняя нагрузка на сердце, формируются тромбы. И в какой-то момент яркого стресса, кортизола еще больше, происходит инфаркт или инсульт. Организм в стрессе не способен выводить токсины. К сожалению, он выводит их мамы. И это ведет к интоксикации, к нарушению работы печени. Токсины повреждают генетический аппарат. Это уже известно. Кто, может быть, погружался в генетику, знает это. И это в итоге ведет к онкологии. И даже если вы вдруг были на полезном питании, но находитесь в хроническом стрессе, в итоге моя задача вас не вогнать в какой-то страх, в ужас. Стресс нет. Моя задача вас просветить. Моя задача, чтобы вы понимали, что происходит у вас внутри. И чтобы вы знали, что до этого можно воздействовать. Мы никогда не сможем убрать стрессовые факторы из своей жизни. Никогда в жизни. Но мы можем что сделать? Мы можем научиться с ними работать. Будем ли мы здоровыми и успешно, зависит от нашей способности правильно реагировать на стресс.